Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Глава Карачаева-Черкесии сегодня посетил Уст-Жигутинский район. Раши Тимрезов оценил ход капитального ремонта в школе аула «Новая Жигута», осмотрел строительные работы на автодороге Уст-Жигута-Терезе, побывал в недавно отремонтированном районном центре культура, а также провел встречу с населением. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Эта школа в ауле «Новая Жигута» была построена в 1964 году и давно нуждалась в капитальном преображении. И вот нынешней весной в образовательном учреждении, рассчитанном более чем на одну тысячу учащихся, начались ремонтные работы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов оценил нынешние изменения, обошёл здание школы и прилегающую территорию. По словам руководителя подрядной организации, срок сдачи объекта – конец нынешнего года. Однако строители сделают всё возможное, чтобы ближайший день знаний стал для сельских деток настоящим праздником. Заменена кровля, практически завершена штукатурка, на 30% выполнена работа по шпаклёвке, на 80% выполнена работа по замене электричества. В целом готовимся к работам по отделке фасада и замене инженерной коммуникации. Рашид Тимрезов также дал поручение оснастить помещение образовательного учреждения новой мебелью и благоустроить прилегающую к зданию территорию. В итоге это будет, по сути, новая школа. Во время поездки глава региона осмотрел участок автомобильной дороги Ужигута-Терезе, на котором сейчас ведётся возведение моста через реку. Планируется, что первые автомобили проедут по нему в конце лета. Далее руководитель республики посетил центральный парк «Столетие» Карачаево-Черкесии, в котором сейчас проходит масштабная реконструкция. Эта зелёная зона отдыха в Ужигуте год назад стала победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». В ближайшем будущем здесь создадут все условия, чтобы радовать различные категории населения. Кроме того, Рашид Тимрезов оценил завершённый в 2022-м капитальный ремонт районного центра культуры. Он встретился с представителями учреждения, которые продемонстрировали в действии установленную в зале мультимедийную аппаратуру с качественным звуковым сопровождением. В свою очередь глава республики предложил использовать зал, в том числе для проведения киносеансов. А в районной администрации состоялась встреча с жителями муниципального образования. Каждый из пришедших надеялся на решение крайне важных вопросов в различных сферах. Одной женщине необходимо своевременно получать для ребёнка специальное питание. Другой нужна поддержка для реализации бизнес-идеи. Третьему – помощь для создания удобства и многодетной семье. Александр родом из Донецкой Народной Республики. В начале прошлого года приехал с большим семейством в Карачаево-Черкесию, получил гражданство. Теперь оформил все необходимые документы для проведения коммуникаций. Однако сроки ему затрудняются назвать. Рашид Темрезов пообещал, что со стороны ресурсоснабжающих организаций проблем быть не должно. «Есть мысли строиться или будем возвращаться, думаем, ну посмотрим, как будет получаться. Потому что с нуля тяжело всё начинать. Ну давайте, у вас всё-таки семья очень многодетная, и мы, наверное, подумаем, либо там грант от меня там выделим вам, так что вам полегче было начинать. И вот у нас здесь Евгений Александрович, заместитель председателя правительства, курирующий строительство. Я думаю, Мурат Романович, у нас не должно быть никаких проблем, сейчас вам выступать не надо. Я думаю, что вопрос там сегодня-завтра вы решите по всем тех присоединениям, или газовики, энергетики, все там коммунальные службы, всё это сделать. А я вам предлагаю всё-таки начать потихонечку строиться». По каждому поступившему в этот день обращению будут приняты все необходимые меры для улучшения жизни граждан. Артур Максера Солбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии поручил главе администрации Ужигутинского района в ближайшие два года сделать акцент на развитие реального сектора экономики. В формате двухсторонней встречи Раши Тимрезов и Мурат Лайпанов обсудили текущую социально-экономическую ситуацию в районе, итоги первого полугодия. Ужигутинский район успешно участвует в приоритетных национальных проектах республиканских программах. Глава Карачаева-Черкесии поручил Мурату Лайпанову ближайшие два года не сбавлять хороших темпов строительства социальной инфраструктуры, который набрал район за последние 10 лет и далее сконцентрировать на развитии экономики, создании новых рабочих мест, открытие новых предприятий. А накануне Рашид Тимрезов провел совещание с кленами правительства по вопросу реализации приоритетных нацпроектов. Для нас мероприятия нацпроектов – важнейший инструмент улучшения качества жизни в наших граждан как в городах, так и в сельских населенных пунктах. В том числе отдаленных отметил глава. И речь идет не только о строительстве объектов, хотя их немало. Только на 2023 год запланировано строительство, реконструкция и ремонт 160 объектов. Всего же по разным программам в работе более 200 объектов. Помимо строек, в рамках нацпроектов предусмотрены десятки мероприятий, направленных на качественное улучшение положения дел в различных сферах через достижение конкретных индикаторов. Снижение заболеваемости, увеличение рождаемости, продолжительность жизни, улучшение качества образования, здравоохранение, поддержка семей, благоустройство территорий и улучшение экологии. Очередная делегация из Карачаева, Черкесии, в состав которой вошли мэр Черкеска Алексей Баскаев, главы администрации Хабецкого и Абазинского муниципальных районов Тимур Жужуев и Руслан Кужев, вернулись с передовой после личного общения с бойцами с региона. Они пообщались с нашими бойцами и с первых уст узнали о нуждах ребят, передали приветы из дома, настроение у военнослужащих боевое, все нацелены на победоносное возвращение домой. В зону проведения специальной военной операции был направлен легковой автомобиль и гуманитарный груз, состоящий из продовольствия, новых технических средств, обмундирования и снаряжения. Арсенал военнослужащих из Карачаева-Черкесии пополнили новые антидроновые ружья, квадрокоптеры и тепловизоры. Подобные визиты позволяют региональным властям не только эффективно выстраивать работу единого штаба в соответствии с запросами самих бойцов, но и поддерживать крепкий моральный дух военнослужащих отметил Рашид Тимрезов. Всем саламу алейкум. Хочу поблагодарить нашего главу, что Тимрезовы себя поспевали, показывали нам помощь. Мы очень довольны вашей помощью. Огромное вам спасибо от всех ребят. Саламу алейкум. 9 тонн питьевой воды из Карачаева-Черкесии направили в Южный военный округ. В формировании груза приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сенатор от Карачаева-Черкесской республики Крым-Казаноков и региональное отделение партии «Единая Россия». Часть груза по обращению военного комиссара Карачаева-Черкесии поступит в военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону, остальное будет направлено на нужды Южного военного округа. По поручению главы нашей республики в рамках работы оперативного штаба идет работа по оказанию помощи нашим военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Но сегодня тот случай, когда мы отправляем груз не именно нашим ребятам, а отправляем в Южный военный округ. Этот груз сформирован при поддержке наших сенаторов. Сенатор от Карачаева Черкесской республики Крым-Казанокова и его коллеги Виктора Бондарева. Этот груз состоит сегодня только из воды. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево Черкесии местами кратковременная дождь и гроза, ночью в отдельных районах Стильной с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер восточный 6,11, температура ночью 9,14, в горах до плюс 8, а днем 19,24, выше нуля и местами до плюс 15. В Черкесии ночью кратковременный дождь, днем бессущественных осадков. Ветер восточный 6,11, температура ночью 12,14, а днем 21,23 градусов тепла. В условиях экономических санкций особенно остро стоит вопрос использования и переработки собственных сырьевых ресурсов. В нашей республике давно и успешно работает предприятие по выпуску сухих строительных смесей под маркой «Литокс». На предприятии «Черкесск Сторм» имеется два гипсовых завода, свой карьер и многое другое. Вместе с многочисленной группой профессиональных строителей из всех регионов Юга России наша съемочная группа побывала на заводе и ознакомилась с производством. Подробности расскажет Мурад Жанкёзов. Компания «Черкесск Стром» – это крупный производственный комплекс на Юге России, имеет 30-летний опыт успешной работы в производстве строительных материалов. Сегодня поставки десятков тысяч тонн сухих строительных смесей осуществляются во все регионы России, а также в страны СНГ и Республику Крым. За десятилетия упорного труда достигнуты высокие результаты в производстве качественной продукции. «Наша цель – производить качественные строительные материалы, которые дадут нашим потребителям тот результат, которого они хотят достичь». Производство располагает большой сырьевой базой. Особенностью участков по разработке гипса является равномерность химического состава. Добывается качественный гипс на собственном карьере. «Оборудование, которое сейчас вы видите за моей спиной, японские роботы, датские машины упаковки, часть российского производителя в Сеул, все спроектировано нашими силами. Производительность данного производственного комплекса, всего, который располагается в городе Черкесске, 50 тысяч тонн в месяц, высоких строительных специй». На территории завода есть свой центр разработки и исследований, на базе которого находится лабораторный комплекс. Многочисленные исследования являются гарантом стабильно высокого качества продукции. «Мы отбираем пробы с определенной периодичностью, то есть каждый час происходит отбор проб с тех продуктов, которые производятся в реальном времени, они попадают в лабораторный комплекс, где работники лаборатории, лаборанты проводят необходимые исследования, касательно каждого продукта они разные, и, соответственно, дают обратную связь уже на производство, соответствуют, не соответствуют, какие параметры необходимо исправить. Если что-то не соответствует, соответственно, вся продукция переходит на переработку». «Работаем мы уже порядка, наверное, лет четырех, познакомились давно, уже неоднократно сюда приезжали. Ребята очень быстро развиваются огромными темпами, что нас радует, потому что объемы у нас большие по работе, соответственно, материал мы покупаем много. По качеству вопросов нет, среди аналогов мы тоже выбирали, и продукция прямо на очень высоком уровне, все просто в восторге». «Вся работа и философия предприятия выстроена по принципу долгосрочных и взаимовыгодных отношений с партнерами, а руководство предприятия выражает огромную благодарность друзьям, коллегам за деловое активное сотрудничество и приглашает потенциальных партнеров». Мурат Жантьёзов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня исполняется 224 года Александру Сергеевичу Пушкину. Также в этот день в России отмечают День русского языка. В Черкесске прошло мероприятие, посвященное дню рождения великого поэта. Оно было организовано региональным отделением коммунистической партии. Подробности у Али Баташева. «Дать дань уважения великому поэту, философу, драматургу, парадоксальному гению, который смог поставить литературный мир в нынешнее его состояние». К памятнику великого поэта возложили цветы и венки. Пенсионер Раиса Погребнякова 54 года своей жизни преподавала в школе русский язык и литературу. Ее отношение к произведениям Пушкина всегда было и остается восторженным. В школе я всегда на первом месте ставила его творчество, старалась привить любовь детей к творчеству поэта. Действительно, его стихи мелодичны, его стихи патриотичны, они звучат громко, емко, призывно. Школьники Ярослав Дорохин и Полина Сорокина прочитали несколько стихотворений «Птичка» и «Сказка о царе Салтане». «Кабы я была царица, третья молвила сестрица, то для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и светлицу входит царь, стороны той государь». Мир Пушкина велик и многообразен, говорили выступающие. С творчеством солнца русской поэзии мы знакомимся в детстве. Оно сопровождает нас на протяжении всей жизни. С детских сказок, начиная его с произведений, мы все впитали это состояние русской души, русские сказки, которые были. Его произведения, когда мы были старше класса, его великие произведения, когда уже мы взрослые были. Он многогранен. С праздником вас всех! Удачи во всем! Чтобы мы никогда не забывали. Добротный русский язык в произведениях Александра Сергеевича Пушкина. Язык, который сопровождает нас от рождения и до сегодняшнего дня, и, надеюсь, во веки веков. В этот день у памятника Александра Сергеевича на Зеленом острове было особенно оживленно. Волшебное лукоморье, сидящий на ветвях русалкой, ученый кот на золотой цепи, и сам поэт, воплощенный в памятнике, напоминали о том, что над настоящей поэзией время не властно. И Александр Пушкин по-прежнему наше все. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Паромщица. Долина мечты». Всего доброго и до встречи в эфире.